Совсем комплектация бедная была, вообще в салоне ничего не было. Пятно на торпеде. После этой машины тяжело, уже брюхом начало скрести. Вибрация была, поменяли переднюю решетку радиатора, вздулся хром. Машина начинает сильно вибрировать. Optima единственное более-менее свежее можно было взять года 2014. Думали Skoda Octavia рассмотреть, и решили остановиться на Джилле Atlas. Добрый день, меня зовут Роман, владелец автомобиля M Grand GT. Как мы купили этот автомобиль? Мы собирались покупать паркетник, ездили, смотрели по салонам Bestron X80 и Джилле Atlas. Но все-таки решили остановиться на Джилле Atlas. Ездили на тест-драйв, прокатились, понравилось, и начали обсуждать с менеджером по цене. Пока менеджер пошел к директору обсуждать цену, какую они смогут нам предложить, смотрели передний привод, люкс, пошли с женой по салону. Ходили, ходили, смотрели, и увидели, стоит белый M Grand GT. Решили сесть вовнутрь, и когда сели, очень понравился салон. Спросили у менеджера, что за машина, потому что до этого ее никогда не видели. Менеджер рассказал, объяснил. Нам очень понравилось, и мы решили поменять свой выбор. Вместо Atlas купить M Grand GT. На что была сделана хорошая скидка по 3D. До этого у нас был Ford Focus 2. Единственное, что нас смущало, это было пятно на торпеде. То ли от очков осталось, то ли от зеркала, непонятно. У менеджера спросили, можно ли убрать пятно. На что он ответил, говорит, не знаю, это надо отгонять, смотреть. Зашли в интернет, посмотрели. В Москве было еще 3 машины в разных салонах. Черная, серая и белая, которая на Дмитровке. Серая нам вообще не понравилась внешне. Черная понравилась. Ездили, посмотрели, все устроили. И начали разговаривать по ценам с менеджером. Какая начальная цена была? Начальная цена была 1.380.000. За 16-й год? Декабрь 2016 года, да. Это был сентябрь 2019 года. Гарантию они обещали так же. 5 лет или 150 тысяч. 80 тысяч скинули сразу. То бишь за 1.300.000 отдавали прям за наличку, бери, не хочу. Начали разговаривать по трид-ин. И начались тоже дополнительные скидки. Вначале Обухов предложил чуть больше, чем менеджер на Дмитровке. После чего позвонили менеджеру, сказали так и так. Менеджер все равно, видимо, не поверил, что мы ее хотим покупать. Или еще что-то. Сказал, насчет пятна я не знаю. Ототрек мне, ототрем. И пока это все созванивались, позвонил Обухов и приложил совсем замечательную сладкую цену. На что мы согласились и приобрели этот автомобиль. Вообще, помимо Атласа и GT, что-нибудь вообще рассматривали? Смотрели Bestroom X80 и Haval X6. Но а шестых уже на тот момент оставалось очень мало. И по цене они вообще не двигались. А из корейцев что-нибудь смотрели? Корейцы нет. У нас был бюджет до 1.300.000. Поэтому корейцы уже или на механике были, или совсем комплектация бедная была. Вообще в салоне ничего не было. Как вы уже ездите на них? В сентябре 2 года будет. Но пробег небольшой, там 24 тысячи всего. В основном... Что не нравится? Мне нравится, как проходят полицейские резиновые. Вот именно вот эти резиновые московские. Которые асфальтовые вообще прекрасно. А вот резиновые тяжеловато. А так, в принципе, все устраивает. По посадке низковато. Надо привыкать. Но когда привыкаешь, уже не чувствуешь этого. Сзади место вообще. Кто сзади не ездил, все вообще довольны. Можно сказать, машина для задних пассажиров. Но покупали для себя. Ну, примерно вот сколько на ней еще будет ездить? Ну, собирались вообще проезжать 1120. Раньше ездили намного больше. Но с учетом этой ситуации, которая сейчас... Сейчас пробеги уменьшились. Вот. Ну, планируем еще года 3 ездить. И... Ну, года 3 или 120 тысяч. Ну, а так, в планах? Какая машина? Через несколько лет. После этой машины тяжело. Ну, скорее всего, наверное, паркетник. Ну, тоже китаец. Потому что сейчас... Думали Skoda Octavia рассмотреть. Но после заявленной цены лучше взять китайского паркетника какого-нибудь. Тот же Haval рассмотреть. По третий. Джили. Все будет зависеть, какая машина, сколько будет стоить. Так, в целом, по мотору, по объезжению, по трассе вы ездите много. По трассе просто идеальная машина. Надо обогнать, газонажимаешь прям вообще. Она слушается. И руление перебоины в асфальте вообще не чувствует. Прям вот идет, идет. Лужи в асфальте, она прям как шла, так идет. Вообще даже не чувствует их. Был случай, когда ехали там 120 по трассе. И внизу, где мост, была лужа. Начал чуть оттормаживаться. Потом газу. Она вообще прошла и даже не заметила. Зимой тоже переживал первое время то, что перепады будут тяжело проходить. Вообще, едет по трассе не чувствует. Нужно летний? Да, уже перебылся в те выходные. Как снегопады вообще она вела? Вообще отлично. Один раз чуть-чуть во дворе пробуксовал. Ну и то там уже брюхом начало скрести. А так почти как паркетник гребет. И если пока на брюхо не сядет, вообще замечательно. Думал, будет хуже, если честно. Участливый такой же моторный хватный. Да, мы когда смотрели, у менеджера спрашивали. Они говорят, мотор и коробка одна и та же. Потому что до этого много роликов смотрели тоже, когда выбирали машину. И искали более-менее что-то надежное. Что-то знакомое. Когда сказали, что двигатель и коробка как в атласе, то выбор уже остановился на этой машине. Получается, это стандарт комплектации, да? Да, это самая базовая комплектация на этой машине. А из функций там что есть вообще? Круиз есть? Круиз есть. Датчик света, датчик дождя. Раздельный климат. Все самое необходимое? Да. А, получается, даже раздельный? Двузонный? Да, двузонный. Получается, за два года вообще что-нибудь делали с ней? Да, была проблема как на атласе. Вибрация была. По гарантии поменяли подушки двигателя. И все стало нормально. И поменяли переднюю решетку радиатора. Вздулся хром. А так больше вроде ничего не делали. А там на атласе была какая-то проблема. То ли жесткие подушки какие-то шли. И на светофорах, когда на драйве стоишь, выжимаешь педаль тормоза, машина начинает сильно вибрировать. Прям чувствовалось. Сидишь и вибрирует. Ну, конечно, с боями, с посещением дилеров. Получилось их поменять, и все прошло. Хотя они даже, когда поменяли подушки, показывают, вот, смотрите, ваши старые подушки, они как новые, идеальные. На что было отвечено, я говорю, сядьте в машину и почувствуете, ну, разница, что было до этого, что после. И то менеджеры некоторые говорят, ну, мы ничего не чувствуем. Не сдаются до последнего, я говорю, говоря. Приходится все с боем выбивать. Камри не хотелось здесь? На тот момент, когда был выбор. Хотелось, мы даже, когда решали брать не новую машину, а авторичку, как раз смотрели Камри, Мазду, шестерку и Оптиму. Вот. Но потом решили, подумали, надо когда-то на новой машине поездить. И все-таки остановили свой выбор на новой машине. На новой автобобиль. Ну, а там Камри можно было бы выбрать? Да. За так... Сильно было? Да, они же... Toyota вообще в цене мало падают. Там вообще... Или 40-й кузов рассматривали. Это 8-й, 10-й год, да, по-моему, насколько я помню. Мазда до 12-го года была. Все в этом пределе было. Оптима единственное, более-менее свежую можно было взять в году 14-го. Вот. Ну, и там пробеги уже были под 100, под 120 тысяч. Очень доволен машиной. Не думаю, что так зайдет она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова